4 октября день гражданской обороны. Для специалистов уссурийского управления ГОИЧС он ничем не отличается от других. Работу не отложишь и меньше ее не становится. Система гражданской обороны в нашей стране была создана 84 года назад. Изначально носила название местной противовоздушной обороны. Цель гражданской обороны в том, чтобы обеспечить безопасность мирных граждан своими силами во время каких-то военных действий. Но в настоящее время это от чрезвычайных ситуаций различного характера. Уссурийский штаб ГОИЧС был создан 55 лет назад. За эти годы в структуре происходили различные изменения. В 97-м получили окончательное название – Управление по делам ГОИЧС. Функционирует 5 отделов. Самый известный из них – Единая дежурная диспетчерская служба или 112. Единая дежурная диспетчерская служба по итогам 2013 года была признана лучшим в Дальневосточном регионе, а также заняла третье место в России. В учреждении трудится более 30 человек. Некоторые из них имеют различные медали и награды Министерства по ЧАЭС. В основном – сотрудники управления, бывшие военнослужащие. Это люди дисциплинированные, люди знающие, люди уже в своем кругозоре, имеющие ранее какие-то части соприкосновения с этой работой. Поэтому с ними легко, они очень быстро входят в курс событий, быстро обучаются и затем работают самостоятельно. Алексей Сороковиков работает в рядах гражданской обороны более 30 лет. Участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Но говорить и вспоминать об этом не любит. Тем более за последние 10 лет в нашем округе тоже произошли события, которые сложно вспоминать, но невозможно забыть. Взрыв бытового газа. В Воздвиженке погибло 9 человек. Практически один подъезд сложился. Были и другие случаи. Самые последние, это тоже правильно сказано. Это прошлогодний тайфун в этом году. Специалисты управления ГОЧС ликвидировали последствия сильного снегопада в 2007 году. Тогда на Уссурийск обрушился мокрый снег и ударили сильные морозы. Город на несколько дней остался без электричества. И, конечно, эти люди были там, где гушевала водная стихия. Прошлогодний тайфун Гони и недавний Лайон Рог. Екатерина Рехтина, Анатолий Молчанов, Телемикс.